Давайте придумаем такую систему, которая позволит человеку автоматически выбирать нужный товар. Место, где есть все. Мы пришли в Яндекс, когда в компании работало, по-моему, человек 10. Сейчас у всех на слуху Artificial Intelligence, вот этот вот пресловутый искусственный интеллект. Но на самом деле у нас файлик AI.xml на маркете был еще, по-моему, в 2004 году. Яндекс только формировался, и команда только набиралась, запускались новые сервисы. Я пришел, у меня не было никакого собеседования, просто дали задание, по-моему, стиральным машинам. Я это задание выполнил, мы сказали, ну все, хорошо, работай. О стиральных машинах я тогда узнал все, это оказалось очень хитрое бестие. У Яндекс.Маркета был еще один важный элемент, который назывался «Гуру». Основной поиск ищут по интернету вообще, а какие-то другие поиски параллельно с ним ищут это же в других чистых массивах данных, подготовленных. Вот одним из этих таких поисков планировался поиск по товарам. Тогда были телевизоры, одна из самых больших таких категорий – это были телевизоры, компьютеры, конечно. Но с компьютерами была отдельная история, компьютеры тогда на год любил собирать из частей. Перед нами каждый год стояла задача развивать новую категорию. Была такая категория «Эротические товары», которую тоже нужно было создать, придумать, как не показывать, кому меньше 18. Мы все это сделали, запустили, получили большое спасибо от магазинов. И девушка, которая занималась этой категорией, была менеджером проектов, вскоре ушла в декрет. И вот когда мы сделали категорию «Гуру», которая умела рекомендовать цифровые фотоаппараты, это было так страшно модно, я первый раз прошел ее и ответил на вопросы, и она мне что-то порекомендовала. Я проверил этот аппарат, выяснил, что он, правда, действительно здоровский. И в этот момент я вдруг осознал, что я сделал систему, которая уже знает про мир чуть больше, чем я. Уже сейчас есть интернет-магазины, которые заранее предсказывают спрос в том или ином городе. Представьте, человек еще не знает, что он купит ту или иную книгу, какой-то аксессуар, а уже товар лежит на складе и его ждет. В будущем будет довольно интересная ситуация. Часть товаров будет покупаться автоматически, магазины будут понимать, что происходит в доме клиента. Если у него заканчивается стиральный порошок, порошок будет автоматически покупаться и привозиться. И, конечно же, будут те товары, которые алгоритм будет предсказывать. Например, у меня уже давно, лет уже, наверное, 9, айфон, и, кажется, вполне пришло время мне купить новый. В будущем меня просто спросят, когда вам привезти ваш новый айфон. И не будут давать мне всякие сервисы по выбору и так далее. Зачем? Так к этому-то мы и стремились. Мы стремились сделать систему, которая, получая некоторые фрагментарные знания от создателей, создает некоторые новые знания, некоторые новые уровни работы с информацией. И в этот момент мы поняли, что это удалось. Маркет будет все глубже внедряться в управление продажей. Мы будем контролировать, что делают мерчанты, компании, которые продают товары, так, чтобы знали движение товара, цену, наличие. Я по образованию актер театра драмы и кино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова